Говорят, что жизнь прожить не поле перейти. А если эта жизнь продолжается целое столетие, то задача еще более усложняется. Есть люди, которые умеют преодолевать трудности и не покоряться обстоятельствам. Одна из них Мария Матвеевна Сидельник только что отметила свой вековой юбилей. Глава Славянска на Кубани Александр Берсенев приехал домой к долгожительнице. Он сердечно поздравил ее со столетием. Добрый день, Мария Матвеевна. С днем рождения вас. Мира, добра, самое главное, здоровья. Здоровья, остальное мелочи, правильно? Все же есть. Родственники есть, все живые, присматривают, все как положено. Вот вам скромный букет я уже отдаю. Вот здесь мы вам подготовили очень хороший пуховой платок, чтобы вы не мерзли. Подарки и букеты цветов вместе с наилучшими пожеланиями передали юбиляру депутат Государственной Думы Иван Демченко, глава Славянского района Роман Синеговский. Поздравление от президента России Владимира Путина вручил Марии Матвеевне председатель районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин. Конечно, виновница торжества была очень растрогана таким вниманием к ней. Она родилась в нелегкое время, когда Россия восстанавливалась после лихолетия гражданской войны. А дальше были тяжелые предвоенные годы и Великая Отечественная война, в которой участвовала славянская долгожительница. В военные годы была санитаркой, связисткой, получила звание эфрейтера. Моя бабушка очень замечательный, добрый, отзывчивый, трудолюбивый человек. Родилась она 1 июля 1922 года в селе Соломенко Ставропольского края. Очень было у нее тяжелое детство. В 19 лет ушла на фронт, воевала, вернулась домой, помогала родителям восстанавливаться после войны. Всю жизнь трудилась, вышла замуж за моего дедушку. Выстроили в них дом, воспитали чудесную дочь, которую удочерили, потому что по состоянию здоровья она не могла иметь своих деток. Также она воспитывала своих внуков, нас очень любила, нянчила, помогала маме всегда. Вообще большой труженик и добрый человек. Поздравили имениницу со столетием и славянские самодеятельные артисты, исполнив всем известные песни под аккомпанемент задорного гармониста. Долгожительница встретила свое столетие в кругу родных, дочери и двух внучек. Именинница Большая Труженица свое призвание всегда видела в создании семейного уюта. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Здоровья вам, Мария Матвеевна. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует...